Это Данила. Он один из участников конкурсов профессионального мастерства с названием «Лучший слесарь-ремотник». Компания «Толети Азот» проводит подобные конкурсы ежегодно и нужно отметить, что желающих побороться за победу всегда набирается приличное количество. В этом году за звание лучшего слесаря-ремотника оборолись 89 человек. 25 из них – молодые специалисты. Данила как раз из молодого поколения. Одно из его заданий – работа со статическим оборудованием. А именно подготовка замыкающего участка трубопровода. Необходимо сделать паски под сварку, чтобы они были заполнены правильным металлом. Также состыковать, чтобы все ровно подходило. Подобрать правильно прокладки на фланцевые соединения по параментам, которые нам задавали. То есть пар, вода. То, над чем работал Данила – это лишь один из этапов всего в конкурсе. Три этапа. Первая часть – теоретическая. 100 вопросов в области спецтехнологии, охраны труда, безопасности и регламентных документов. Второй этап можно назвать теорией, но без практики разобраться с чтением чертежей невозможно. На расшифровку технической документации конкурсной комиссии давалось 20 минут. И, наконец, третий этап конкурса – профессионального мастерства. Данила – это практические задания. Условия максимально приближены к ежедневной работе на производстве. Слесари-ремонтники динамического оборудования проводили центровку насосов и измерение деталей, а статическое оборудование – подготовку замыкающего участка трубопровода. Все слесари показали свой высокий профессионализм. Для нашего предприятия это очень важный конкурс, с которым мы службуем, мы проводим его не первый год. Штатная численность царей у нас порядка 600 человек и слесарь для нашего предприятия. Это очень важная профессия, я считаю, не только для нашего предприятия, но и в целом. Сейчас в современных условиях популярность рабочей профессии растет, и мы стараемся ее популяризировать у себя. Посчитав результаты, комиссия подвела итоги. Названы 12 лучших из лучших слесарей-ремонтников предприятия «Тольятти Азот». На один календарный год они получат профессиональные уровни – эксперт и профессионал. Эти звания подразумевают дополнительные ежемесячные выплаты. Сегодня, как и всегда, «Тольятти Азот» заинтересован в квалифицированных кадрах, поэтому подобные конкурсы профессионального мастерства по ключевым специальностям проводятся на предприятии регулярно. Они помогают сотрудникам развиваться и дают возможность доказать свое мастерство. Это отличный шанс заложить фундамент для будущего карьерного роста. Василий Логинов, Сергей Рогов, Новости Тольятти.